15 лет простоя устраняют за один год. Профилакторий УАЗ капитально ремонтируют за 146 миллионов рублей. Специалисты начали работы в бесхозном обетшалом здании 26 октября. Модернизация разбита на два этапа. На этот год было запланировано выполнить демонтажные работы, сделать выравнивание полов, сделать внешние и внутренние сети, выполнить работы по поставке теплового узла, заменить по периметру все окна и сделать кровлю. Алексич уверяет – идут на опережение. Рабочие уже приступили к внутренней отделке. Полностью сделаны внутренние сети, на 70% обшит и утеплен фасад. Самыми проблемными точками оказались внешние сети. Теплотрасса и тепловой узел на объекте практически отсутствовали. Вторая проблема, с которой мы столкнулись – это перепады полов. Здесь очень сильные перепады, которые пришлось выравнивать стяжками. Это то, что не ожидалось. Ну и также еще состояние стен с внешней стороны. То есть было проведено инъектирование, потому что постройка уже, скажем так, имеет достаточно большой возраст. Готов к модернизации внутренний двор здания, который уже весной начнет переуплощаться в цветущий сад. Здесь разобьют клумбы, высадят новые кусты и деревья. Перечи растений уже готов. С проектом будущей зоны отдыха для пациентов профилактории ознакомился Сергей Морозов. Глава региона также прошелся по нескольким этажам учреждения. Если мы пригласим на 8 марта представителей, допустим, механического завода, женщин, ГУАЗа, других крупных предприятий, что они здесь увидят? У нас уже к тому времени, при финале Читоносильных, будет отделка сделана ГВЛом полностью, система отопления полностью, и уже перегородки выстраиваться будут. То есть они уже почти чистовое? Нет, еще подготовительное время. Подготовительное время. 38 миллионов потратят на оснащение профилактория современным оборудованием, аналога которому нет в Ульяновской области. Курс медицинского оздоровления смогут пройти жители региона с профессиональными заболеваниями, пенсионеры предприятий, а также представители профсоюзных организаций. Профилактория рассчитана на 60 стационарных мест с круглосуточным пребыванием и 40 коек с дневным пребыванием. Здесь будет работать 7 врачей. Кроме этого, мы сейчас, конечно, ведем подбор кадров. В настоящее время реестр кадров у нас составлен. Очень много обращается сегодня людей, которые хотят работать здесь. Поэтому мы, собственно, будем проводить, конечно, конкурсные мероприятия. Ну и главное, для того, чтобы качественно оказывать услуги и оборудование, мы будем учить людей. Перевыполняют план по ремонту еще в одном соцучреждении с приставкой «УАЗ». Дворец культуры начали ремонтировать в 2018 году. На реконструкцию предусмотрено порядка 188 миллионов рублей. Поддратчики обещают, до 1 сентября все общестроительные работы должны закончиться. После капремонта учреждение станет культурно-техническим центром «Патриот». Часть, связанная с техническим образованием, расположится на первом этаже левого крыла здания. А ветераны промышленных предприятий для встреч пойдут направо. А вот для молодежи, еще раз подчеркивает губернатор, ДК «УАЗ» должен стать своего рода инкубатором знаний, где можно будет воспользоваться современными технологиями, почитать и найти информацию в книгах, а также отдохнуть в уютной лаунж-зоне. То есть это должно быть другое совершенно. Это не просто дом культуры, я сейчас говорю. Это будет супер уникальный объект. Тем более, что совсем скоро здесь по соседству, если, так сказать, я думаю, что сегодня мы с молодежью будем встречаться, мы договоримся, здесь возникнет еще и большой, самый главный, говорит культуру молодежи. Сам фасад здания заиграет цветными красками, а в вестибюле получат зеркальные потолки. 60 миллионов потратят на систему акустики, режиссерской связи и прочего оборудования для культмассовых мероприятий. А на возвращение здания бывшей школы номер 43 в действующей сети образования потребуется свыше 200 миллионов рублей. Судьбу учреждения решали на профильном совещании в 37-й школе в присутствии губернатора. Присоединяются средства регионального и муниципального бюджета для того, чтобы провести очень серьезные ремонтные работы. Практически это будет новая школа, не только с новыми стенами, но и оснащена современнейшим оборудованием. Сейчас уже команда педагогов прописывает очень серьезную образовательную концепцию. После ремонта 43-я школа объединится с 34-й гимназией. Слияние позволит создать единый центр цифрового, гуманитарного и инженерного образования. Так в гимназии будут готовить к творческой деятельности, а в школе расти технорей. Губернаторы интересовали как вопрос о безопасности, так и внутреннего содержания. Сейчас уже появляется дополнительное внешнее понимание. Я пока не вижу внутреннее понимание. Вы мне когда-нибудь скажите, что в марте, в апреле. Но мы должны уже наконец-то понимать, что нам важны не вот эти красивые стены. Они, конечно, красивые, вопросов никаких нет. Нам важно, конечно, не вот эту красоту понимать, а что внутри-то будет. Школу планируют оснастить интерактивными досками, оборудовать несколькими современными лабораториями. Полное понимание внутреннего содержания, как заверяют эксперты, сформируется в марте. Сама бывшая 43-я школа рассчитана на 600 детей. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова